30 минут на приготовление одного блюда. Такое задание получили участники конкурса Амина Абдулина, повар со стажем. Больше 20 лет она работает в школе-гимназии Мнеченга Зайтматова. Как сделать еду вкуснее и привлекательнее, используя при этом традиционный набор продуктов, кулинар думала не один вечер. Своим коронным блюдом считает деревенский пирог. Говорит, меню школьника должно быть не только вкусным, но и полезным. Я сегодня готовила деревенский пирог. Так как я знаю, что все время мы даем, вот, например, супы там или это. Но это уже как-то для наших детей уже усарело, как говорится. И я вот своим опытом решила, как говорится, делать свои шедевры, свое что-то для моих маленьких подопечных. Им нравится. Им нравится так, как я готовлю. Единственное, вот то, что вот сейчас подмия идет. Разнообразие блюд впечатляет. Каждое из них творение искусства. Оценивалось не только правильность приготовления блюда согласно всем технологическим нормам, но и вкусовые качества, оригинальное оформление и его подача. Были оснащены школьные столовые новой техникой. По словам жюри, задача была не из легких – попробовать абсолютно все. От такого ассортимента, признаются, развлекались глаза. Итоговый вердикт – отдали бы победу сразу всем. Критерий отбора – это вот, чтобы школьные повара могли приготовить за 10 сомов полезное, вкусное, здоровое блюдо. И чтобы оно было таким креативным блюдом. Ну, самое главное – это чтобы за 10 сомов и из продукции, которая доступна на местном рынке. Конкурс начался в ноябре прошлого года. Для того, чтобы попасть в финал, участникам необходимо было пройти отборочный тур в несколько этапов. Заявки подали 35 поваров со всех регионов, но в финал отобрали только пятерых. По словам заместителя министра образования Надеры Джусупековой, подобные соревнования – это возможность отметить работу школьных поваров, дать им возможность проявить себя и показать свои навыки в приготовлении и подаче школьных блюд. Этот конкурс, он начался в регионах, то есть в каждом районе, в каждой области. И сюда уже в Бишкек приехали финалисты. И согласитесь, это тоже хорошая такая мотивация для того, чтобы школьные наши повара всегда оттачивали свое мастерство. Мы считаем, что надо все школы снабдить современным хорошим оборудованием, и чтобы во всех школах у нас школьные повара были. По итогам конкурса главный приз достался жительнице из Таласской области. Остальные участницы были также награждены ценными подарками. Отметим, что конкурс проводится при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН. В настоящее время горячее питание получает более 200 тысяч учеников страны. Перемайлбекова, Бакаткушалиев, 5 канал.